и вот мы с вами подошли к очень интересному блоку новая германская медицина и заболевание зубов давайте с вами начнем с того откуда вообще это взялось новая германская медицина я очень кратко расскажу но я потом расскажу вам где можно подробнее это изучить и в принципе сейчас уже очень много этого в интернете есть когда мы начинали учиться 2012 году у нас было очень глубокое обучение по 6 часов в день жильбером рено я обучалась сертифицировалась именно на направлении прикол хилинг с средним воспоминанием это можно сказать такое обучение в основу которого взята новая германская медицина но автор этого направления жильбер рено канадец он усовершенствовал очень много взял еще биологию тотальную биологию кода соба программах которые идут от животных от растений он добавил еще генера социограммы то есть генетику такую да то есть как как родовую генетику как родовые программы реализуются очень интересно нам рассказывал не только в роду она может происходить я очень много таких исследований в своем роду провела это так интересно на самом деле открывает прямо вот ну причины заболеваний у потомков и также он очень много рассказывал про целые народы например геноцид армян геноцид евреев как сказывается похожие очень у них подобные у каждого поколения идут программы например там лишь невеста то есть у всех еврейских женщин возрасте появляется там неспроста это все происходит вот поэтому прикол хилинг это я очень рекомендую это одно из направлений на данный момент есть уже книга исцеления воспоминаниям жильбера рено конечно он там просто собрал как справочник конфликты объясняет очень мало нам на обучение прямо объяснял подробно но основная информация там кстати есть рублей наверное 600 или 800 она стоит как книга есть там конечно погрешности перевода но все-таки я рекомендую вам познакомиться с этим потому что это просто супер система не скажу что она стопроцентно может исцелить каждого потому что есть моменты как фаза программирования это 30 месяцев 9 месяцев до зачатия 9 месяцев беременности и 12 месяцев первого года жизни и там закладываются основные программы которые человек воспринимает за свои они приходят от родителей и вот эти программы сейчас на самом деле их можно проработать с помощью родовых практик и особенно тета хилинг в этом преуспел это просто супер базовых ступенях даже можно с этим работать а на третьей ступени там идет обучение как идти в регресс да то есть глубокие раскопки и да то есть можно прям вот за один сеанс это хиром убрать целый сценарий родовой я сама это проходила я сама тоже обучалась тата хилингу я считаю 3 ступени не дошла пока тренируюсь еще по первым но на самом деле не стало интересно то есть сначала как клиентом работала с этим вот же берд нам не говорил про какие методы рассказывал про другие на момент когда мы обучались у него очень мало было в арсенале дополнительных способов исцеления суть новой германской медицины в том что пирамида здоровья рассматривается как вот такая триада психика мозг автоматический мозг он называет и тело психика мозг и тело которые ну дух еще да вот он добавляет еще дух которые действуют сообща синхронно очень и если тело например если психики например есть какие-то эмоции мысли решения убеждения да то есть которые приходят с разных уровней да есть из нашего опыта жизни есть генетически а есть еще даже вот история души да то есть когда площадь прошлое воплощение работает есть мозг который помогает сохранять жизнь если происходит какой-то конфликт который затрагивает ваши эмоции мысли решения убеждения принципы верования то этот мозг практически сразу реагирует и включает определенную программу в теле специальную биологическую программу и сейчас покажу на следующем слайде как это работает вот то есть на самом деле можно изобразить всю эту систему в виде айсберга то что мы видим до 10 процентов например мы видим мы заболели тогда сломали ногу руку или какая-то опухоль там выросла и зуб тогда начался кариес и ну мы видим только 10 процентов на самом деле реального есть скрытое и вот это скрытое то есть как у айсберга да то есть под водой находится его большая часть здесь есть фаза программирования вот это да посмотрите на рисунок справа 10 месяцев до зачатия потом беременность роды первый год жизни сложности почему возникает до что у многих ступор возникает в исцелении потому что многие не знают свою фазу программирования то есть уже нет родителей и родственников которые рассказали бы какие там происходили драматичные события а у наших-то родителей советских и у бабушек прабабушек драматичных событий хватало да на самом деле вот уж у этих детей которые сейчас вот родились как мой сын в годы пандемии и войны ну у них то вообще конечно интересно будет хотя говорят что сейчас дети новые 4d планетарные они свободны уже от многого от многих таких кармических уз и блоков до которые которые у нас были с которыми разбираемся вот то есть здесь идет эта фаза и также есть собственный опыт и можно сказать что это то что вы не видите она уходит бессознательное подсознательно если случается какой-то мощный конфликт потеря человека развод потеря ребенка потеря работы потеря авторитета деле каких-то не знаю ценности да то есть материальных ошибка до совершенные люди часто очень переживают совершение ошибок то это расценивается как драматическое события очень драматическое и моментально включается реакция так вот выцеление воспоминания очень важно найти то что вы не видите и соединить это в реальной жизни с тем что вы видите то есть вы видите уже последствия какой-то программы до которая включилась и работает и и когда вы это проговариваете вы являете и проявляете в реальности да вы уже начинаете процесс исцеления и кстати я когда проходила вот этот рекол хилинг несколько дней до у нас ушло неделю по моему или две даже полторы недели у меня столько потом исцеление началось мне прямо начались исцеление конфликтов то есть когда я составила свою линию жизни там составляется линия жизни с вот этой фазы программирования и все события вот до того возраста до до этого момента и там есть определенная математическая последовательность цикличность это все рассказываю в своем тренинге вспоминая исцеляю в шести занятиях я потом вам расскажу у вас будет скидка 50 процентов на весь этот тренинг вы можете там подробнее познакомиться вот у меня прямо начались исцеление то есть я прям видела как тело входит в стадию воспаления и начинают работать исцелять один за другим конфликт в тот год у меня очень много таких произошло вещей вот и получается что когда мы в реальности проявляем то что мы не знали не видели разными способами да то есть то что бессознательным и подсознательным лежит можно и разговорами с родственниками узнать можно проработать с разными методами ну хотя бы вот тот же тата хилинг да или регресс там да или работа с психоаналитиками психотерапевтами сейчас много есть способов на самом деле медитации люди часто заходят запрос делают получать информацию вот и известный доктор хаммер боролся в свою жизнь но все-таки парень погиб практически у него на руках это очень драматичная события тем более для врача который не смог спасти и сразу практически у доктора хаммера начался рак яичко это это очень его удивило потому что в принципе здоровый человек он стал исследовать обнаружил что те исследования которые потом проявил проявлял то есть и активировал в своей этой клинике уже привели к тому что его уволили потом из этой клиники потому что это уже против медицины было ну и конечно гонением доктор хаммер подвергался всю свою жизнь его исключили из всех там сообществ медицинских суднами подавали потому что в принципе то то что он выявил то что он пропагандировал и доказывал снимками мозга показывал оно в принципе противоречит современной медицине но сейчас продвинутые врачи они даже с онкологией работают применяя тоже вот эту новую германскую медицину в синергии то есть когда есть медицинская помощь и плюс еще помощь новой германской медицины получается такой очень крутой мега эффект я знаю людей которые работают так в основном с онкологическими заболеваниями вот и там есть очень хорошие шансы на исцеление особенно если человек молод или это ребенок так вот он обнаружил что у него на томограмме на томографии мозга появилось пятно как раз в той части мозга которая отвечает за яичков а биологический конфликт яичников у женщин или яичков это конфликт именно потери потомства то есть возникает опухоль мозг пытается создать супер потомство и усиливает ту ткань которая отвечает за произведение потомства вот и доктор хаммер исцелился тем что он понял как это связано как это работает и избежал онкологии да там какой-то там потери серьезные там жизненные дополнительно и потом он очень много изучал делал такие томографии и обнаружил что у всех практически онкологических больных была какая-то ситуация драматическая связана с потерями у кого что там да как говорится потому что разные части тела будут отвечать за разные конфликты разные программы будут включать вот так это появилось потом это изучали многие люди у нас в россии тоже есть люди которые прям занимаются этим профессионально и я проводила такие консультации но они занимают очень много времени и очень часто затык происходит в том что человек не может качественно провести исследование но я целый год после вот этого тренинга исследовала свою семью свой род свою линию жизни вспоминала потому что на самом деле пока помнишь пока ты не стареньким ну это очень классно восстановить все и очень много интересного узнала кстати от мамы вот и по своим родственникам так вот вот откуда это взялось да и этот человек конечно он супергерой не побоялся никакого осуждения настоящий преданный своему делу и ему даже страну по моему пришлось покинуть ну из-за того что из-за вот этих гонений он по моему он убит